Присыпочка разнообразная. И для украшения пасочки вот розочки. Розочки для пасочки и формочки для выпечки. Прилавки тонут в многообразии ассортимента. Разброс цен от 20 рублей за красители до 100 за сахарных цыплят. Для экономии, правда, не денег, а времени. Целые наборы украшений. Было бы что украсить. Удорожание яиц более чем на 5% в прошлом году, очевидно, осталось в памяти наших земляков. Но этот год демонстрирует абсолютно другие тенденции с ценами на яйца. С яйцами, вопреки опасениям покупателей, в этом году все гладко. И они отправились в ценовое пике, потеряв почти рубль только за последние 4 недели. И вот информация об их стоимости по данным Ростовстата на эту неделю. Средняя стоимость за десяток яиц в Ростовской области составила 62 рубля 33 копейки. Если планируете покупать крупную партию, рекомендую ехать за ней в Волгодонск. Там десяток яиц обойдется на 4,25 рубля дешевле. А вот в Таганрог ехать не рекомендую. Это просто невыгодно, а там плюс рубль 57 к средней цене. На рынке супер яйца стоят и того дороже. Но покупателями не особо ценятся, судя по настроению Ирины Пак. Известная на весь YouTube продавец яиц, которую мерили с бьюти-блогером центральной канала, с присущим ей красноречием оценивает покупательский спрос. Вообще не берет. У народа денег нет. Поэтому я думаю, что в этом году Пасха не состоится. Пасха состоится при любом покупательском спросе. Тем более, что он есть и не падает. Вся принадлежность, которая соответствует этому пасхальному празднику, светлому воскресенье, все берут. Печь или не печь, а купить готовы, ростовчане во мне не разделились. Для одних это дело вкуса, а кто-то руководствуется заботой о фигуре. Покупаю, потому что если спечь, то много есть надо. Это поправляешься. А когда купишь один, то норма. Конечно, свои куличи они гораздо вкуснее, но магазин они красивее. Пеку, конечно. Сейчас иду за покупками. Я заказала в ресторане 1000 рублей, где-то грамм 400, наверное. И подруга у меня печет. 350 рублей, тоже 400 грамм. Покупатели стоят перед выбором большие, но по 295 рублей или маленькие по 145. Но по нашим подсчетам испечь самим выгоднее в разы. На все ингредиенты традиционного кулича мы потратили 223 рубля. Вышло примерно 64,5 за полукилограммовый кулич. Лидия Романченко, Юрий Санкин, Дмитрий Романченко, Дон-24, Ростов-на-Дону.